Привет всем, это Vaxx из Eagle Dynamics, и в этом видео по A64D Apache Longbow для DCS World мы рассмотрим индикацию, которая проецируется на HDU. Это часть системы указаний и прицеливания EyeHeads. Моноклии HDU есть как у пилота, так и у второго пилота, стрелка. HDU проецирует перед правым глазом важную информацию с сенсоров, системы вооружения и навигации, и по сути заменяет классический индикатор на лобовом стекле у других аппаратов. Мы начинаем разбор именно с этой системы, поскольку будем опираться на данную информацию в будущих уроках. HDU можно включать и выключать нажатием кнопки Eye. Отображение физической рамки монокли можно включить в опциях к модулю, в под меню специальные, галочки напротив пункта видимость монокли EyeHeads. Чтобы настроить яркость HDU, покрутите ручку яркости в кабине пилота, или нажмите кнопку яркости символов в виде коромысла у дисплея TDEC в кабине стрелка. Есть четыре основных режима вывода информации на HDU. Их меняют переключателем изменения символогии, или индикации, на ручке продольного поперечного управления РППУ. Итак, крейсерский или круизный режим A to C, переходной T, зависание H и подскока B. Этот выбор влияет только на отображение информации на HDU и не влияет на работу системы управления полетом. На монокли выводится два основных типа символов – пилотирование и вооружение. В этом видео мы разберем символы, относящиеся к полету. Символы системы вооружения разберем в следующих уроках. Если вы начали миссию в уже запущенном вертолете, по умолчанию будет отображаться крейсерский режим, по английской – круиз. Давайте разберем выводимые им элементы. Вдоль верха у нас растянута подвижная шкала магнитного курса с вертикальной риской, меткой текущего курса и цифрового указателя в градусах. Этот маленький треугольник – указатель крена. Галочка под шкалой курса – указатель точки маршрута. Показывает направление на выбранную точку маршрута, которая выбирается на странице TSD на многофункциональных дисплеях. Работу TSD или страницы тактической обстановки мы разберем в следующих уроках. Две горизонтальные и две вертикальные линии с пустым центром образуют крест линии визирования. Так как он отцентрирован на монокле, он используется как точка отсчета для вывода индикации положения вертолета и для прицеливания оружия. Он замигает, когда линия визирования некорректна, или когда переключатель ночного видения PNVS в положении норм, а при этом сенсоры TES или PNVS достигли предела по их повороту, или когда из-за каких-либо ошибок или неисправностей оружие не следит за вашим взглядом. Точки на краях перекрестия указывают направление на источник получения данных. В качестве источника данных для системы может быть выбрано или направление прицела пилота или стрелка, или направление TEDS, или выбранная точка маршрута, или отмеченная точка опасности или внимания на местности, или месторасположение цели и так далее. Этот прерывистый крест с пустым центром отображения месторасположения источника данных отображается, как только он входит в поле зрения нашего монокля. Этот кружок с черточками FPV, или вектор суммарных скоростей движения вертолета. Он показывает фактическое направление нашего полета. Работает так же, как и на самолетных индикаторах лобового стекла. Очень полезный помощник при приезжем полете. Может показать вам, куда вы врежетесь, если не вмешаетесь в управление. Большой прерывистый ромб – это трекер вашей головы. Показывает ее направление по отношению к носу вертолета. Это указатель выбранной навигационной точки, то есть показывает расположение выбранной точки маршрута, который выбирается на странице TSD. Эти горизонтальные метки – это шкала тангажа с шагом в 10 градусов, и линия горизонта. Справа наверху в крейсерском режиме вводится цифровой указатель барометрической высоты, а ниже – указатель вертикальной скорости со своей шкалой, и цифровой указатель высоты с радиовыстомера. Маленький треугольник – это VCI, указатель нашей вертикальной скорости. Каждый штрих равен 100 футам в минуту, граница шкалы – плюс-минус 1000 футов в минуту, после чего цифровой индикатор будет показывать увеличенную скорость набора или снижения. Когда треугольник в центре шкалы, вертолет находится в горизонтальном полете, без снижения и набора высоты. А заполняющаяся правее вертикальная планка – это указатель радиовысоты, от 0 и до 200 футов, с шагом в 10 футов. Более длинные риски шкалы нанесены с шагом в 50 футов. При достижении высоты более 200 футов шкала исчезает. В правом нижнем углу указан Acquisition Source, или наш источник данных. Источник данных может быть выбран на различных страницах многофункциональных дисплеев MPD. Например, на оружейной странице или странице тактической обстановки TSD. Это разберем подробнее в следующих уроках. Слева вверху – указатель кручащего момента двигателей. А ниже может загореться TJT, или указатель температуры газа в турбине. Он выводится, когда температура двигателя подходит к критическим значениям. Слева по центру – указатель истинной воздушной скорости в узлах. А ниже от него – навигационная информация. Здесь есть выбранная точка маршрута, расстояние до нее, скорость относительной земли и примерное время подлета. Внизу у нас HEAD – High Action Display. Упрощает работу с сенсорами. Дословно – отображение высокой активности. Слева указана прицельная система, информацию с которой он показывает. Сейчас выбрана на шлемка пилота. Ниже, пока не горит, окно статуса данной системы. Правее от всего этого указана дальность, а буква N – ее источник. То есть, M – это вручную введенная дальность, N – навигационная, звездочка – дальность с лазерного дальномера, и полтора километра для пилота, и три километра для стрелка, если берется установка по умолчанию, то есть, когда нет других источников. Могут быть и другие источники. Внизу по центру – это 4, то есть, этот прямоугольник показывает предельные границы полеобзора для выбранной системы. Внутренний маленький прямоугольник – указатель текущего полеобзора системы. По сути, внешний прямоугольник указывает на пределы поворота выбранного сенсора на турели. Для ТЭЦ это до 120 градусов влево и вправо, и от плюс 30 до минус 60 градусов по вертикали. Для ночного видения пилота ПНВС это до 90 градусов влево и вправо, и от плюс 20 до минус 45 градусов по вертикали. А жирная точка показывает относительное местоположение выбранного источника данных. Наверху прямоугольника – шарик скольжения. Большинство авиаторов считает, что при обычном прямолинейном полете его нужно удерживать между вертикальных линий. Профессионалы, в отличие от меня, держат его в центре. Давайте перейдем в переходный режим, по-английски – Transition. Нажмем вперед переключатель смены символогии. Нажатием вперед переключаем между крейсерским и переходным режимами. При включении переходного режима убираются цифровой барометрический вистомер, шкала тангажа, треугольник крена, а линия горизонта превращается в пунктирную линию. Из креста центра линии визирования теперь выходит линия, которая показывает величину и направление сноса вертолета по отношению к его носу. При этом исходная точка находится в районе втулки несущего винта. В переходном режиме, при полном растяжении, эта линия показывает скорость в 60 узлов относительно земли, а в режиме висения и подскока – 6 узлов. Маленький кружок – указатель ускорения. Его можно рассматривать как положение ручки продольно-поперечного управления РППУ. То есть вектор скорости будет постоянно стремиться в сторону этого кружка. Его можно использовать для поддержания постоянной скорости, что полезно при бреющем полете, а также если нужно точно вовремя подлететь к цели. Если нажать на себя переключатель выбора символогии, то мы перейдем в режим висения. По-английски – how. Это лучший выбор для полета на скорости до 6 узлов – висения и посадки. При переключении в этот режим из переходного убирается информация о точке маршрута, источника данных и линия горизонта. Если еще раз нажать переключатель на себя, мы войдем в режим подскока, по-английски Bob-Up. Когда мы в нем, появляется восьмиугольник – это символ подскока, и он показывает исходную точку под вертолетом при включении режима. Чтобы висеть на месте, нужно располагать восьмиугольник на кресте центра линии визирования. Если вертолет плавает вперед-назад-влево-вправо, символ тоже двигается. Этот символ равняется 12 квадратным футам. Его полное отклонение от центра равняется сносу вертолета от заданной точки на 40 футов. Это очень полезный символ для атаки с подскока из-за укрытия и при маневрировании на висении в замкнутом пространстве. При работе ночью съемка тепловизора FLIR STATS может быть выведена на монокль. При переключении NVS в положении норм на панели ночного видения и разблокировки хостового колеса, сенсоры тепловизора будут следить за линией визирования монокля HDU, то есть, по сути, за нашим взглядом. Если же переключатель поставить в фиксит, он будет заморожен вдоль продольной оси вертолета. Для регулировки изображения с тепловизора на HDU, внешняя ручка регулирует чувствительность, по-английски gain, а внутренняя уровень, по-английски level. Внутренняя ручка регулировки iHeads меняет яркость в видео, по-английски brightness, а внешняя – контраст. Когда будете летать ночью за пилота, в основном используйте ночное видение, PNVS для навигации, а турель TEDS используйте только в качестве запасного варианта. Для переключения между PNVS и TEDS используйте переключатель NVS Select на ручке общего шага, Roche, по-английски коллектив. Да, и обратите внимание, что если ваш стрелок прицеливается через TEDS, а вы переключитесь с PNVS на TEDS, то на вас сложат много матов, поскольку у него погаснет экран. Когда включен тепловизор, читая ночное видение, появляется указатель FLIR над указателем двигателя. На месте стрелка переключатель NVS работает схожим образом, и он отключает управление TEDS рукоятками экрана TIDEC. Яркость и контрастность тепловизора регулируются переключателями в виде коромысла у экрана TIDEC. Вы можете обратить цвета. Что было темным, будет светлым, и наоборот, нажатием переключателя Polarity на ручке общего шага. Надеюсь, вам понравилось данное видео о полетной информации на Monopoly HDU, и спасибо за просмотр.